В очередной раз напоминает бойцам о правилах, которые необходимо соблюдать в ринге. И бой начинается. Полусредняя весовая категория. Два Юрия, Изотов и Вереницын. Практически идентичные антропометрические данные. Единственное, конечно, Юрий Изотов намного более опытный спортсмен. И сразу же Изотов идет вперед. Первым он проводит лоу-кик. И хороший сейчас... Вереницын бьет по корпусу навстречу. Тут же добавляет правым прямым. Хорошо двигается Вереницын. У него быстрые руки. Встречает джебом у Изотова. Быстрые руки, судя по всему, более длинные, чем у Изотова. Чтобы не путаться, друзья, мы будем называть бойцов по фамилиям. Так как и один, и другой Юрий. Ну вот классическое противостояние, когда один боец предпочитает работать вторым номером в такой более игровой манере. С хорошим быстрым джебом. Ну а второй, в данном случае это Юрий Изотов, идет вперед. Более короткие действительно руки. Во всяком случае, такое визуально складывается впечатление. Но на ближней и средней дистанции гораздо более жесткий Юрий Изотов. И вот сейчас... Неплохо зарядил. Да, боковыми ударами. Боковыми ударами. Как только сближаются бойцы, сразу же вот это преимущество в огневой мощи Юрий Изотова начинает сказываться. Но вот эпизодами неплохо джебом на подшаге бьет Вереницын. В несколько провокационной манере действует боец из Майкопа. Вытягивает на себя, пытается вынудить ошибиться. Не заходи, не заходи. Не заходи, не заходи. Спортсмена из Брянска. Неожиданно меняет Юрий Вереницын направление движения, но... Но обратите внимание, пока что Вереницын не старается работать серийно. Больше уповает на одиночные атаки редкие. Но действительно, Вадим, как вы заметили, Вереницын именно пытается поймать своего соперника. Вот как раз сейчас ему едва это не удалось. На движении не сближается. Уходит он от сильнейшей правой руки соперника. И вот раз за разом джебом достает за счет длины конечности Юрий Вереницын. Вот попытка прохода в ноги, но ничего из этого не получилось. И тут же добавил миддлкик. Не получится так, получится эрик. Подумал Юрий Вереницын. И теперь уже судя по всему пытается немножко форсировать события и уже не работать так откровенно вторым номером. Хотя может быть это какая-то секундная вспышка. Давайте понаблюдаем. Вот несмотря на работу вторым номером, намного больше ударов выбрасывает Вереницын. И я так понимаю, что и точнее он. Несколько джебов таких лёстких, как вот в данной ситуации, достали до цели. А вот сейчас двойным апперкотом попадает уже в свою очередь Юрий Изотов. Посадка в исполнении Изотова пытается сразу треугольник на руку, на шею сопернику набросить Изотов. Вернее, Вереницын. Ну, что самое интересное, даже находясь спиной на конвасе, больше атакующих действий мы наблюдаем в исполнении Юрия Вереницына. Юрий, на бок, на бок, на бок. Как я делаю? На бок. Руку забирайте. Руку забирай обязательно. Не надо... Давай на открываться. Есть, конечно, очевидное антропометрическое преимущество Юрия Вереницына. Это и за счёт длины конечностей, как мы уже об этом говорили неоднократно, но выше ощутимо Юрий Вереницын своего соперника из Брянска. Но зато Юрий Изотов более плотный. Собственно, веска у них одинаковая, то есть просто больше мышечная масса, соответственно, тяжелее удары. Не такой быстрый Юрий Изотов, как Вереницын. И легче на ногах также Вереницын. И, соответственно, вот эти преимущества он пытался реализовать в первой половине первого раунда, но сейчас обороняется в партере. Пытается работать Юрий Изотов при помощи ударной техники. Но пока что Вереницыну удается достаточно неплохо обороняться, сводя ущерб, наносимый Изотовым к минимуму. Неплохо он двигался чем-то, но я думаю, что если продолжит Юрий Вереницын развиваться по такой тактической силе, которую он использует по тем сильным сторонам, возможно, когда-нибудь дорастет до такого монстра полусреднего веса, как Карлос Конди. Ну, поживем и видим, а пока что такое ощущение, что отдает концовку Юрий Вереницын. По крайней мере, заметно сдал в активности. Хорошо контролирует своего соперника Юрий Изотов в концовке первого раунда, вот сейчас... И начинает по этажам разбивать. Да, меняет этажность атак, серия ударов по корпусу, затем тяжелый в голову и забирает концовку, действительно... Ну что ж, посмотрим, сколько сил осталось у Вереницына, в каком состоянии начнет второй раунд, но вот сейчас, судя по тому... Потому что бой достаточно интересный, как в стойке, так и в партере. Да, все нормально. И второй раунд. И сразу же с внутреннего лау-кика начинает Юрий Вереницын. Тут же добавляет, попытался добавить хай-кик, но в итоге... Ничего, что... Это не закончилось. Изотов сразу же переводит поединок в партер, Вереницын пытается встать, и сейчас просто кричит изо всех сил ему угол, необходимо встать. В партере преимущество физической мощи Изотова просто начинает сразу же давлеть. Становится очевидным, и Юрий Изотов пытается бить снизу, но... Судя по всему, ему не хватает достаточной амплитуды для плотных и сильных ударов пока что. Не может встать Вереницын. Заканчиваются у него силы. Хотя нет, вот. Еще одна попытка, и в итоге отдает спину Юрий Вереницын. Серьезные проблемы у него сейчас возникнут, судя по всему. И позволяет цепляться за канаты Ашот Ашуген. И сейчас подсказывает Юрию Изотову, что надо спокойно просто растягивать соперника, продолжать бить, что он и делает. Контролируй руки. Ну, такая классическая защита в подобной позиции, которой необходимо сейчас притворить жизнь Юрию Вереницыну. Прихватывать руки соперника, тем не менее Вереницын вновь пытается встать. Но очередная неудачная попытка продолжает разбивать его Изотов. Тем временем, уже полторы минуты, даже больше позади второго раунда. Контролирует сзади соперника Юрий Изотов. И ждет, ждет наиболее благоприятного момента для начала проведения удушающего приема. Вот пошел удушающий сейчас. И будет ли сдача? Верхнюю руку убирай, но вот мы видим, что Вереницын совершенно руки соперника не контролирует. Не очень видно с такого ракурса, удалось ли продеть. Нет. Через челюсть пытается душить Вереницына и Изотов. Ну и не безграничной силой у Изотова, у Юрия Изотова. Тем не менее, уже нет активной защиты у Юрия Вереницына. Такое ощущение, что совершенно уже не помышляет ни о каком-либо, не то что о победе, даже о сопротивлении. Один раз предупредил Вереницына, что бой необходимо останавливать. Но это такая, в общем, классическая хрестоматийная ситуация. Если голова просто лежит уже на конвасе и по ней наносятся удары, неважно, какой они силы, это значит, что боец перестал сопротивляться. И это значит, в свою очередь, что рефери просто обязан бой остановить. К счастью, сейчас Ашата Шубьян все сделал своевременно. Ну и, конечно, весьма любопытно, интересно изменились события в этом поединке. Если вначале, как мы уже упоминали, Юрий Вереницын здесь очень уверенно, очень грамотно, то единожды, отдав концовку, Юрий Изотов забрал все преимущества и уже больше не отпускал его. И лично я вижу очень большой потенциал у Юрия Вереницына. Это боец, на мой взгляд, который может вырасти очень хорошо. Ему просто надо защиту от тейкдаунов вывести на новый уровень. Сейчас этот компонент технический находится, ну, откровенно говоря, в таком начинающем состоянии у Юрия. Ну, а Изотова поздравляем, конечно же, с победой. Важная. Важная, непростая победа. Да, над потенциально очень серьезным соперником. Итого, теперь уже восемь побед и четыре поражения у Юрия Изотова. Будет он продолжать нас радовать на турнирах TechCrep FC, возможно, также на турнирах и других организаций. На второй минуте, тридцатой секунде второго раунда, серии ударов в партере, техническим нокаутом, победу одержал боец в синем углу ринга, Юрий Изотов. Сегодня я в плохой форме. Может, даже давно не выступал. Постараюсь в следующий раз показать хорошую форму.